Пластовская осень Николай Николаевич Пластов Вообще вот эта вот тема Пластов и революция для Пластова прежде всего это был вопрос о земле вот поэтому я эту выставку акцентировал такими работами то есть человек на земле и решение вопроса о земле Выставку собирали по крупицам поскольку в 1931 году во время большого пожара в Преслонихе сгорело много работ художника впервые здесь можно увидеть плакат выполненный художником в 30-е годы иллюстрации к детским книжкам работники и работницы и много других уникальных графических художественных работ Я ценил этого художника с детства Вы знаете, самое интересное не те работы даже, которые стали его визитной карточкой «Фашист прилетел» «Весна» вот такие ранние работы В стенах Ленинского мемориала в этот же день открылась выставка петербургских художников Этот проект «Искусство и революция» реализован Ульяновским художественным музеем совместно с Санкт-Петербургским союзом художников Мы причины, что нас Ульяновск пригласил сюда на седьмую конференцию на седьмой форум «Пластовская осень» и доставил нам такой большой шикарный зал в мемориальном центре «Сплошной Петербург» Не менее интересна еще одна новая экспозиция графических работ известного ленинградского художника Александра Харшака во имя революции который передал в дар музею мемориалу Ленина сын художника Андрей Харшак Он, кстати, был участником ассамблеи Посетители выставки открывшейся в музее Ленинского мемориала смогут увидеть одну из известнейших работ Харшака «Раненый ребенок» которая стала одним из символов блокадного Ленинграда Выставки экспонируются в Ленинском мемориале, художественном музее Музее Пластова а также в выставочных залах Союза художников Дворца книги Издательского дома «Ульяновская правда» Все они будут работать больше месяца Ирина Антонова Константин Никитин Новости Ульяновской правды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова